Войлочные изделия Войлочные изделия Войлок Войлок это обработанная шерсть Но не всякая шерсть это войлок Подходит шерсть собак, верблюдов и овец Так что отпустите кошку Ее шубка не прошла кастинг Дело в том, что на волоске чешуйки Должны располагаться особым способом И цепляться друг за друга Овечья шерсть идеальна для этого Львиная часть войлока Изготавливается из нее Плюс ко всему барашки очень неприхотливые Животные Не только оседлые, но и кочевые башкиры Держали овец Древние навыки выработки войлока Сохранились в основном В южных башкирских аулах Мы приехали в Обзелиловский район Деревню Бурангулова Это столица войлоковоляния Это народный дом войлока Ему нет аналогов во всем мире Основали его в 2006 году Войлочное валяние Это культурное достояние башкирского народа Дом войлока напоминает традиционную избу Оседлых башкир Все услано коврами Создают всю эту красоту местные рукодельницы А почему вы решили возродить эту традицию? Я вижу за вашей спиной войлок Это получается, что к вам приезжают люди со всего мира? Дом войлока Это место протяжения людей со всего света Сюда приезжают из других стран и даже континентов Удивительно, что этот материал в почете у самых разных народов Войлок упоминается в древних письменах аж 3 века до нашей эры У многих кочевых народов войлок считался прообразом текстиля Люди одевались войлочную одежду, спали на нем и покрывали лошадей попонной и завещей шерсти Но как из такого клочка они делали полотна практически в походных условиях Субтитры создавал DimaTorzok О полезных свойствах овечьей шерсти известно еще с античности Она огнестойкая, из нее даже частично делают спецодежду Применяют в строительстве как теплоизоляционные материалы и в производстве мебели Помните мифы про аргонавтов? Не зря они за ней охотились Они искали золотой руно Для тех, кто не знает, руно это цельный снятый шерстяной покров овцы У меня тоже будет свое руно, если ко мне на стрижку попадет какой-нибудь баран Сейчас мы будем завязывать барашка, чтобы он сам себя не поранил своими действиями, когда его будем стричь Насколько сильно надо завязывать ему лапы? Сильно надо завязывать, чтобы не это убежало, не развязался А можно я попробую? Да, сейчас я сначала покажу, как стричь, потом сам попробую, ладно? Хорошо? Хорошо А получается, есть какие-то способы, как правильно стричь? Нет, кто как хочет Попробуешь? Давайте так Пониже, Веритый Давай покажу Вот так Вы так моментально это делаете? У меня как-то все туго идет, сложно Сколько у вас уже опыт в стрижке овец? 28 лет Давно уже я стрижу Ты первый раз же? Да, первый раз Еще пониже, пониже А как правильно отличить, где уже кожа начинается, а где все еще шерсть? Посмотри, вид на уже там Так держишь Вот же вид на Ой, тихо А вы когда-нибудь пытались сделать какие-нибудь фирменные стрижки для баранов? Нет, не до этого Я чувствую себя стилистом, сейчас подстригаю, самый красивый баран будет А когда баранов проще стричь? Осенью проще стричь, легче стричь А почему? Весной ножницы не проникают, шерсть не поднимается весной, поэтому тяжело стричь Весной на одного барана уходит полчаса, а осенью 10-15 минут Овцы-лидеры по поставке шерсти во всем мире За год они даруют нам, людям, порядка 2 миллионов тонн своих пучеряшек За 365 дней с одного барашка можно состричь порядка 7 килограммов шерсти Все зависит от мохнатости кудрявого Кстати, на чистую овечью шерсть не бывает аллергии Так что если вам мама не разрешает заводить кошку, собаку, хомяка То бараны это прекрасная альтернатива Если что, я вам этого не говорил Войлочные изделия являются еще своего рода послания потомкам В каждом таком узоре зашифрован глубокий смысл Мы в Обзелиловском историко-крееведческом музее Здесь хранится войлок, которому целых 100 лет В фондах Обзелиловского историко-крееведческого музея Имеется вот такой ценный экземпляр Это кошма, выражаясь современным языком Войлочный ковер для приема гостей Конкретно этот был длиной 3 метра Его передала одна из местных жителей села Здесь изображен символ солнца, солярный знак Он часто встречается в культуре башкирского народа Но во времена Второй мировой войны Широко распространился другой солярный знак Фашистская свастика Такая неприятная ассоциация Заставляла людей без разбора уничтожать все Что хоть как-то напоминало нацистский знак Мое любопытство и желание побольше разузнать о войлоке Завели меня в город Октябрьский Здесь я знаю о современном войлочном искусстве И сейчас научусь одной из техник А именно техника сухого валяния Гульнара, можете рассказать какие-нибудь азы И с чего лучше начинать? Ну, во-первых, это у нас только этап И вот он именно включает в себя процесс сухого валяния В дальнейшем будет еще и мокрое Сейчас мы будем наносить вот этой иголочкой Шерсть на большое полотно Мы как бы уже рисунок основной нанесли У нас остались вот детали Каким образом мы это будем делать? Ты берешь клочок шерсти Можно немножко разрыхлить, чтобы рисунок лег плавно Не контрастно, не резкий был переход Есть еще, бывают чески, где можно смешать шерсть И сделать более плавно От черного к серому Тогда можно мне эту иголочку попробовать? Вот возьми иголочку Видишь, она какая с зазубринками Так, а для чего они нужны, эти зазубринки? Ну, эти зазубринки нужны для того, чтобы шерстка у нас смешивалась Вот смотри, как правильно пользоваться вообще эта иголочка Ты берешь вот за этот уголочек И под углом 90 градусов втыкаешь Что делает иголочка? Вот эти зазубринки захватывают полоски шерсти там внутри И чем больше ты протыкиваешь Вот видишь, утрамбурывается шерстка Таким образом получается общее полотно Вот так вот работает сухое валяние Смотри, вот у нас эскиз Можешь, например, взять вот эти детальки Так, крепите И вбивать темный цвет в белый Делаем тень, да? Так выглядит сухое валяние или фелтинг Модное слово, которое с английского переводится «валять шерсть» Процесс трудоемкий, но еще один вид валяния, требующий усидчивости Это мокрое валяние Тут-то я валять дурака не стану Сделаю что-нибудь для себя Давай, нам сначала нужно сделать, обрисовать твою руку Сделать такое вот, ну прям конкретно, да? Рисует Вырезаем быстренько Смотри, если мы сейчас возьмем, будем валять вот по этому, значит, шаблону У нас варежка вот такусенькая получится Прямо на маленького-маленького ребенка А ты же у нас вот какой-то жигит Значит, нам нужно увеличить этот шаблон Вот, да? И каким образом мы увеличиваем? Смотри, значит, шерсть у нас садится где-то на одну треть Вот если разделить на три части, да? Значит, мы столько примерно вот здесь добавляем И столько добавляем вот здесь примерно А вот когда уже сваляем и получится слишком маленький Каким-то образом можно увеличить варежку? Вот увеличить вряд ли Уменьшить еще можно, а увеличить нет Теперь нам ножи левые и правые, да? Вот теперь вот так вот делаем и обводим На, обводи и вырезаем Мы будем валять из мериноса, как я сказала, да? Вот из такого очень мягкого Что такое меринос? Меринос – это шерсть итальянский, австралийский То есть это как бы порода овец И вот самый интересный момент Мы начинаем раскладку Вот давай я тебе дам шерстку себе возьму Вообще шерсть ножницами не режут, только руками Будет работать вот эта часть руки, да? И вот здесь, вот смотри как Вот так я беру и вытягиваю пасму, видишь как? Мягко вытягиваю, прям тоненько вытягиваю И вот ложим вот здесь, мы ложим вот так вот Почему вот это место, вот давай наверх поднимайся Вот, ты крупно взял Да, что ты крупного Вот теперь мы этими ворсиночками закрываем предыдущий Мазочек, так скажем, шерсти Давай, это вот только вот здесь, до конца сейчас Вот, таким образом Вот смотри, я взяла линию диагональ, видишь, как я выложила А потом-то я пойду вот так вот И что произойдет? У нас перекрещивание получится, понимаешь? Валяние – это сцепление волокон, понимаешь? Если взять одну ворсиночку и посмотреть под микроскопом, да? Вот, мы там увидим такие заусенцы, понимаешь? И что происходит? Они вот так сцепляются при валянии, и все, и получается полотно Сначала вот легонечко, видишь, вот так вот легонечко мы припорошили водой, и вода как бы прибила шерсть Видишь, да? Вот так вот прибила шерсть Вот так вот Смотри, я тебе покажу свою сторону, а ты вот так, смотри, у нас и мылим прям Вот так вот прям, пленка, чтобы была Теперь мы накрываем вот это все сеткой Ну вот у меня такая сетка, а можно использовать любую синтетическую ткань Например, старую тюль синтетическую Какая это синтетическая? И вот так пока без фанатизма Ну-ка вот так, как я, ладошками Вот так вот Тихонечко вот так вот И вот уже пошел процесс валяния Смотри, вот так, круговыми движениями Вот таким образом мы валяем Сейчас мы будем с тобой выкладывать вторую сторону варежек Пока все понятно, да? Я тебе предлагаю, может, вторую сторону сделаем другого цвета? Ты так хочешь? Да, мне кажется, получится Ну давай, какого цвета? Прикольно? Давай Мятного, да? Ну давай, интересные предложения А вот сколько учится валянию примерно по времени? Ну институтов таких, конечно, нет для валяния Тут, наверное, вот ты сегодня научишься И ты будешь мастером валяния по варежкам, понимаешь? Вот А все остальное дает практика Насколько ты будешь это использовать Вот я такой лепесточек сделала вот сюда Получается у нас вот это с тобой Лицевая сторона А там мы не будем ничего делать А там будет изнанка, ладошка Да? Согласен? Так, подправили немножко И в какой-то момент нашему шаблону станет там тесно Сожмется Вот тогда мы будем открывать То есть ты сделал с этой стороны Теперь с этой стороны Вот пока у нас получаются такие варежки Но это еще не окончательный вариант Нужно продолжать валять А вот получается, если тут немножечко криво отрезал Можно ли как-то выпрямить? Да, мы сейчас подрежем и выровняем Наверное Можно вот так вот, смотри Можно вот так торцы Раз Вот так вот Мазарита Алховна, спасибо вам большое За такие прекрасные варежки И теперь можете рассказать, что делать? Они ведь еще не полностью сухие Да, их нужно будет прополоскать в теплой водичке И высушить в расправленном виде И зимой они будут греть твои ручки замечательно Ты можешь играть в хоккей запросто И вода будет скатываться с твоей варежкой И руки твои будут всегда сухие и теплые Исторически так сложив, что кочевники Башкортостана Предпочитали белый цвет войлока А сейчас технологии позволяют окрасить этот универсальный материал Во все возможные яркие цвета А вот и нам подарочек Такая тонкая работа с цветом древним башкиром Не снимались даже в самой уютной юрте Красители и инструменты, позволяющие добиться такого эффекта Появились относительно недавно Вообще валяне из войлока Это вам не тапки шить Хотя об обуви мы тоже поговорим Но чуть попозже Светлана Флюровна, если взять войлок древних башкиров и современных В чем будут главные отличия? Главное отличие будет в том, что тогда не наносился рисунок Таким образом, как сейчас, иглами Игл, конечно, не было И наносился рисунок просто накладыванием шерсти И потом, утрамбовывая ее руками, сапогами, лошадьми Таким образом формировался рисунок Но, естественно, таких красок не было Потому что это искусственные красители Тогда были натуральные красители Это трава какая-либо Это был такой коричневатый цвет И, конечно, там уже была достаточно ограниченная палитра А в Башкирии войлок считается брендом Чем он такой уникальный? Наверное, тем, что все-таки мы сумели сохранить все эти традиции И когда-то все это началось с деревни Бурангул С Обделиловского района Когда наши мастера поехали посмотреть и поучиться У деревенских мастеров Которые сохранили в своих сундуках Маленькие уже разрезанные какие-то полотна Еще до военных лет И, конечно, эти традиции были подхвачены И была задача сохранить и приумножить И то, что сейчас происходит с войлоком Это такая революция Это такие шикарные арт-объекты Которые создаются сейчас из шерсти Это может быть и для дома Это может быть для каких-то выставочных вариантов Это настолько разнообразие Делаются шляпы, варежки, куклы Это настолько много всего Поэтому я думаю, что это будет так же приумножаться И так же будет расти А мы будем каждый раз постигать новые какие-то секреты этого войлока Раз мы говорим о войлоке То нельзя не помянуть о традиционных войлочных сапогах Кочевников Юразии и Пимах То есть валенках Изготавливаются они по похожей технологии По которой мы с вами делали варежки Наверняка слышали такую поговорку Просто как валенок Но с реальным изготовлением этой обуви придется повозиться Для начала нужно подготовить шерсть Она должна быть чистой Перед стрижкой барашек носил эту шубку минимум полгода Помните это Потом шерсть надо сформировать в валенок Хорошо, что валенки это такая обувь У них нет ни левого, ни правого Просто пара валенок Валенки крутят на специальной установке А затем сушат И вот они готовы А вы знали, что валенки, которым посвящен не один десяток руссконародных песен и частушек Это изобретение кочевников Полторы тысячи лет назад они валяли себе сапоги из войлока Пимы В России же валенки стали известными И получили широкое распространение лишь во второй половине 19 века Валенки, они и в Африке валенки Гораздо интереснее посмотреть, как делают бурки Легендарных генералов, маршалов, генсеков Их носили Хрущев, Брежнев, даже Фидель Кастро Бурки разновидность теплых сапог для холодного климата В СССР бурки были в ходу с 40-х по 60-е годы Особенно в сельских районах с умеренным и холодным климатом Выпуск сапог с голенищем из тонкого войлока С утепленной ступней и подошвой продолжается и в наше время Производство бурок налажено и в Уфе Сейчас мы на самом начальном этапе производства бурок И при помощи пресса и войлока будем изготавливать какие-то детали Я ведь верно говорю? Ну, совершенно верно Это будут вот такие формочки острые, которыми мы рубим войлок уже готовый Вот он плотный, очень хороший И дальше уже сшивается деталька Получается уже вот такая берца обувная Получается, для валенок и для бурок можно использовать один и тот же войлок? Абсолютно верно Он один и тот же, только разная плотность Плотность маленечко получше здесь, на нашем войлоке Потому что он специально для этого делается А вот если плотность будет меньше, либо больше Ну, они будут мягкие и меньше тепла будут держать Что мы делаем? Отрезаем войлок, основу Кладем детальку, включаем станок И начинаем процесс Станок поворачивается, он очень легко двигается И вырубается первая деталька Происходит такая, хоп У нас готовая деталь После того, как мы все скроили, подготовили, сшили, пришили кожу У нас в итоге получается вот такая заготовочка Ну, вот эта вообще крашена вручную кожу Она изначально была белая Видишь, внутри тоже везде войлок Получается, осталось только подошву пришить? Ну, это легко сказано Только подошву пришить Подошву мы тоже, кстати, собираем сами У нас на подошве тоже идет слой войлока, видишь? То есть она вот такая Выглядит, будто бы она может промокнуть легко Это так кажется Мы потому что делаем пропитку специальным составом И вода сюда вообще не проходит Никита, вот как раз окончательный результат Который у нас получается Вот такие вот бурочки Но их трудно назвать бурками Бурки как раз вот они Которые я тебе рассказал 51-го года выпуска они Посмотри, они еще на деревянных гвоздиках Посмотри внимательно Видишь? Это шпилька называется деревянная Вот такая тут история Войлок это самый древний текстиль на земле И это проверенная информация Ведь он упоминается еще Во всевозможных мифах и легендах Овца это крайне неприхотливое животное Они обитают практически везде На берегу Каспийского моря И даже на отвесных скалах Гималаев А где овца, там и войлок А где войлок, там и человек Шерсть это единственный материал Из которого можно свалять практически все А именно одежду, обувь, игрушки И даже целый дом Я сейчас про традиционное жилище башкир-юрту Строительством заниматься сегодня мы не будем Ведь мы уже в готовой башкирской юрте У подножья одного из легендарных шаханов горы Таратау Создается очень крутое культурное место Этная деревня Состоит она из семи юрт Такое количество взято не просто так У башкир цифра 7 знаковая Существует 7 башкирских родов Здесь в этой деревне представлены 7 самых распространенных национальностей Башкортостана Сверху юрты защищены от дождя тентами У кочевников, правда, такой роскоши не было Зато внутри юрты все как в времена ханства Сильно ли отличается такая юрта от тех юрт, которые были в древности? Да, конечно, они отличаются, во-первых, дизайном Во-вторых, та отделка, современные материалы, которые используются Они используются для того, чтобы это было более долговечно В древности использовали просто войлок и деревянный каркас Мы используем железный каркас Используем полиэтиленовые накидки для того, чтобы войлок не промокал А в древности его просто делали из войлока Он в хорошую жаркую погоду выветривалось все Когда проливные дожди шли или еще что-нибудь пока впитывало Потом все это сушилось После нашего путешествия по вылочной стране я теперь мастер на все руки Могу построить дом, сшить одежду, обувь, создать произведение искусства И даже подстричь овцу Осталось найти барашков Не видели? Тут стадо не пробегало Я уверен, что вскоре по всему миру Наряду с такими известными башкирскими брендами Как мед, кумыс, нефть, а также таратау Просто обязан появиться еще один символ республики Башкирский войлок На этом мое путешествие по стране войлока заканчивается До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова